Члены Совета обсудили, как в Республике реализуются целевые модели для улучшения инвестиционного климата. О проделанной работе власти регионов должны отчитаться президенту России до 1 июня. Чтобы стимулировать бизнес-инициативы в регионах, необходимо упростить разрешительные процедуры, сократить сроки поставки на кадастровый учет, подключение к коммуникациям и не только. Всего в дорожной карте прописано 12 целевых моделей. Как их внедряют в Чувашской Республике, будут контролировать рабочие группы. Почему она была введена? Это целевая модель для того, чтобы регионы не жаловались при составлении национального рейтинга. Вот это у нас не так, там в Татарстане лучше, там в Белгороде лучше. И здесь главная задача конкурировать именно с самим собой, то есть быть лучше, чем в прошлом году. Приоритетами для нас является сокращение рассмотрения представления мер государственной поддержки, это повышение качества инвестиционного портала, это регулярные встречи с общественными организациями, коммерческими организациями, для того, чтобы мы напрямую решали вопросы возникающие, улучшали свои действия. Члены Совета по улучшению инвестиционного климата обсудили и другие темы. Глава Республики поставил задачу продолжить работу над созданием высокотехнологичных рабочих мест. В отрасли промышленности уже определились свои лидеры. Некоторые предприятия превысили и среднереспубликанский уровень заработной платы. В то же время есть предприятия и организации, которые завершили прошлый год по предварительным данным убыточно. Поэтому в целом по отраслевому принципу вы, Владимир Александрович, координируете эту работу, нам надо комплексно оценить. Причем проблема, понятно, есть закредитованность наших организаций коммерческой деятельности, есть, может быть, по платежной дисциплине вопросы.